Доброе утро! Я сейчас буду умываться. Вчера купила себе умывалку от чистой линии. Мне кажется, дешевая сердита. Мне она, я несколько раз ее покупала, мне она в принципе понравилась. Не сушила безбожно кожу и что-то там в районе 70 рублей, по-моему, стоит. Купила одну вот такую вот гель, другой что-то с ромашкой. Так, один здесь на раковину поставила, другой на ванну. Тут моя коллекция облепиховая, обожаю этот аромат. И еще вот такая вот пенка поставила на ванну. Вот эту еще не пробовала, надо сейчас ее попробовать. Ну что, всем доброго утра! Еще раз я помыла голову, умылась. Ну, что такая пенка, знаете, за 70 рублей ждать чего-то необычного. Но кожа не стягивается, все отлично смыла. И сейчас будем краситься, приводить себя в порядок. Мне сегодня, кстати, еще в школу. Я буду наблюдателем на ЕГЭ. От каждого класса нужно по одному родителю. Мне сегодня в два часа с паспортом идти в школу. Посмотрим, что из этого получится. Вообще, что я что-то новое узнаю, не узнаю. Потому что мне все-таки трое детей. Им явно придется сдавать и ЕГЭ, и ЕГЭ. Поэтому сегодня мне в школу. Ну что, все, я похожа на человека. Готова одеться и идти готовить на обед карбонару. Мы с Гришкой вчера увидели эту пасту по скидке и решили, что карбонара, как в голом поваре, ну практически, да, неизбежно. Вот, я сейчас собираюсь, одеваюсь и пойдем на кухню. Начинаем готовить карбонару. Ставлю воду. Сейчас беру сковородку, буду резать бекончик. Паста у нас будет вот такая вот фетучий. Гришка сразу ее увидел вчера в магните в Гиппере и сказал, что нам это надо. Поэтому вот такая вот паста. И купили еще бекон две упаковочки. Я поставила греться сковородку. Здесь уже нарезала бекон. У нас был уже готовый, распластанный. Просто на такие полосочки его порезала. Был вот такой сочинский. В общем, какой был, такой мы взяли. Он такой подкопченый. Поэтому нам такой именно нравится вкус. Я буду сюда еще класть лук. Поэтому сейчас без масла сковородка нагреется. Я на сковороду добавлю бекон и будем резать лучок. Лук я добавила. Теперь начинаю все перемешивать и разъединять этот бекончик, чтобы были такие ленточки. Даже если неправильно, но главное, чтобы было вкусно. И это у нас вариация на тему. Так, делаем вот так вот. Все, ждем. Теперь это все должно немного приготовиться. И ждем, пока закипит вода на то, чтобы варить макарончики. Я потерла сыр уже. И вот такой вот купили вчера. Ну, сыр, сыр, знаете. Не знаю. Для меня они, в принципе, все одинаковые. Хотя берем обычно без марки, без ничего. Просто российские, уже резанные в магазине. Вот. Продолжаем помешивать бекон. Так, все. Я думаю, для нас это достаточно. Обжарено здесь. Ждем. Скоро закипит вода. Я уже говорила, что натерла сыр. И буду делать соус. Что я сделала? Я достала бекон с луком. Здесь у меня сливки, немного воды. В той же сковородке, где был бекон. Сливки. Ну, у меня были 33. Я думаю, что не обязательно 33. Я думаю, что даже и сметану можно с водой развести. Сделать такую заливку. Сюда сейчас же добавлю сыр натертый. И у меня есть перепелиные яйца. Если бы были бы куриные, я бы не добавляла. Не знаю. Ну, можно, мне кажется, и без яиц. В общем, будет сыр, яйца перепелиные. И сливки. Такая будет заливка. Знаете, ну, я, короче, не стала добавлять одно яйцо. Добавила и все. Больше не стала добавлять это яйцо. Не знаю, почему. Не хочется. Мне вот перепелиные. Вроде бы все в порядке. Все безопасно. Все вкусно. Но не буду. Так, сейчас ждем, пока сварятся наши фетучини. Вот они уже расширились. Сейчас буду их пробовать. Что я сделала? Я взяла шумовкой, прям выловила всю карбонару. Добавила к соусу, к сливкам. И к... И к чему еще? И к сыру. Добавила сюда же, опять вернула бекон. Получилась вот такая вот карбонара, которую тут уже Григорий, по-моему, сам себе докладывал. Да, да, да. Все, все уже обедают. Гришка пообедал. Гришка сказал, что суховато. Карбонара, но папе понравилось. Да, папа? И мне. И тебе понравилось? Угу. Так, и мы же еще попробовали развести Юпи в полтора литра воды. Но я, кстати, не пробовала. Вам как? Как тебе? Ну, Юпи, как Юпи, нормальная. Нормальная, да? Ну, раньше как-то было только апельсиновый, да, в основном? Я помню. Ты какой помнишь? Апельсиновый? А это какой? А это какой-то? Мультифрукт. Мультифрукт. И есть еще, я вам покажу, есть апельсины. Вот так, вот. Апельсин. Так, а это у нас что? Мы за натуральные продукты. Это буратино. А, это буратино? Буратино у нас точно не было. Да, буратино. Это вишня. Ну, вишня, по-моему, тоже была, да? Да, вишня, как в саду. Когда? В 77-го? Да. А я иду сейчас гладить гришки. И, как всегда, открываю себе окошко, чтобы любоваться уже весной. Уже даже муха, посмотрите, сидит, греется на солнышке. И птички поют. Все, еду. Гришку отвезла. Теперь довольно я счастливая. Еще часик дома. С Антохой поучим уроки. И повезу его до родителей. Сама поеду в школу, узнаю, что там по поводу наблюдателей на ЕГЭ. Два часа нужно быть. А у нас опять весна. Три дня там, по-моему, стоит тепло. Вот сейчас вот 10 градусов показывает. И я хочу вывесить белье. Три дня без дождей. Потом там дождики обещают. Ну, посмотрим. Пока хорошо. 10 градусов. Тепленько. Смотрите, я сделала леденцы. Из изомальта. Это полезный заменитель сахара, который можно и при диабете, и детям, который не влияет на зубки. Вот детям леденцы. 5 штучек. Разные. Вот. Сейчас их нужно, как только леденцы застонут, их нужно сразу упаковать, чтобы они потом не липли. Все, я леденцы упаковала. Вот 5 леденцов из изомальта. Все, готово. Можно? Серый, привет. Ну как, Серый, тебя можно поздравить? Со вторым местом? Я проснулся сегодня утром. Чемпионом? Не, ну чемпионом тогда первый лист. Ну, призером, да? А кому ждали за волю к победе? Это жутким классом. А другой за технику? Ну, за технику ему дали, так. Ты уже забыл? Не, там была такая салитета, знаешь, я для меня не знаю. Ну, все нормально, Серый, покажите свои тела. Они попугаи, это свиньи. А что, жрут, как свиньи? И жрут, и серут. Надо убираться у них по 5 раз, да. Попугайчики какие-то миленькие. Но не у нас дома, когда вы. Вот тут такие миленькие. И не так уж, что я много от них этого мусора, но просто... А звука много? Ну, и звука тоже периодически. А кто девочка? Голубая девочка, вот эта девочка, а мальчик? А, маленькие теленки. Что он маленький? Они периодически, они как-то по перьям. Когда там девочка... Раскушаются, да? Да, да, да. Девочка худее мальчик. Целуются? Ну, ладно. Все, Антоху забираю. Антоша, включи мозги! Ты включил? Нет. Нет? Я их наоборот. Выключил? Да. Пошли. Ой, тут у тебя... Покупки из пятерочки. Так, купила яйца. 20 штук, 140 рублей. Хлеб. Просто черный выбирала, поэтому то, что он бездрожжевой, меня как-то не... Эта надпись не привлекла. Белый хлеб, это детям. И еще взяла тостовый. Я его люблю, если честно. Тосты будут у нас с арахисовой пастой, наверное, на завтрак. Что еще взяла? Все-таки кружку под цвет чайника. Здесь еще разрыхлитель. Ну, красота же, красота! Класс! Все, у меня теперь вот такая круженция. Разрыхлитель для теста. Нужно уже тесто делать. Молоко. Молоко. Вот такое вот. Что еще? Сливочное масло. 82,5 для теста. Два огурца. И помидоры. И опять дают карточки. Их детям отдаю. Помидорки. И огурцы. Я сейчас буду фотографировать. Мини такой кенди бар. Прянички. И вот. Такая вот красота леденцы. Все, я еду. Отвезусь сейчас пряники. Или леденцы. Афоньку Вера должна привезти. И хотела рассказать вам про то, что там было в школе. Пока есть время. Вот. Что мы написали заявление. Там было несколько мамочек. Даже, по-моему, меньше 10. Вот. Написали заявление. Нам сказали, что это заявление. И сканер, сканер-копию паспорта, который сегодня сняли. Ее отправляют в край. И уже в край выбирают тех родителей, кто будет на... Солнце. На... Присутствовать как наблюдатель на ЕГЭ. Или в этом классе. Ну, у нас это не ГИА. Как-то по-другому. Ну, в общем, смысл такой же, да? Вот. И в том году выбрали не всех. Подавали около 15 заявок. Выбрали 10 человек. Наблюдатели. Поэтому не факт, что меня выберут. И написали заявление. И все. Сделали сканер-копию паспорта. И все. И ушли. И только в конце мая будет известно, кому... что придет. Кто поедет. В общем, кого выберут, значит, тот... Тому пришлют корочки. То есть удостоверение наблюдателя. И две даты на... Ну, уже будут известны в конце мая. На каких экзаменах присутствовать. В какой день. В какое время. Все экзамены начинаются в 10. Вот. Либо в Новотитаровской, либо в Денской. В общем, два места. И все. Так что я была там достаточно быстро. Я еду опять. Тут это красивующее поле. С пшеницей. И опять хочется остановиться. И тучи какие красивые, да? Привет, Афоня! Привезли Афоню. Афоня сегодня была у тети Веры. Посмотри хоть. Поздоровайся со всеми подписчиками. Здравствуйте! Здравствуйте! А я здравствуйте! Здравствуйте, Григорий. Я говорю, погода сегодня офигенная. Да? А я знаю, офигенная. Солнышко светит, да? Минус 22 градуса. Офигенная погода. Ну и что у нас тут? Трава. Можно на пляж ехать. Афоня, зачем ты это делаешь? Не. Что, разбаловался что-то? Он ссоративного. Да? Афоня! Афоня! Афоня, ну все, не балуйся. Да, вот твой чупик, посмотри. Мне пришли уведомления о том, что нужно оплачивать. Уже две квитанции оплатила. Осталась еще одна и еще одна. Две квитанции еще сейчас оплачу. Тут, оказывается, еще есть такая функция. Квитанцию, я думала, как мне ее распечатывать или что. То они отправляют ее на почту сразу. Если вдруг вы не поняли, то я вообще распечатывала на госуслуги. На паспорт квитанции об оплате. Я оплачивала, в общем-то, квитанции. А это уже, ну, вот именно чеки. С чупиком, пожалуйста, вытянь чупик и потом катайся. Хорошо? Вытянь чупик, Антош! Пойлази в баночку! Пойлази в баночку! Да! Ну что, мой сегодняшний день заканчивается пряниками. Я этому очень рада. Один вот косичнула. Прям реально косичнула. Буду его завтра переделывать. Вот три мимимишки. Но благо, знаете, завтра отдавайте прям вечером. Поэтому с утра сразу переделаю. И все будет отлично. Вот, сегодня на среду у меня раскраска. Это для букета. В общем, готовлюсь потихонечку.